Всем привет, это Дмитрий Гудков. Вы, наверное, помните приключения редакции телеканала «Дождь». Некоторые времена назад каналы лишили лицензии на вещание в Латвии из-за комментариев одного из ведущих. Аннулирование лицензии «Дождя» – результат трех нарушений, допущенных каналом во время вещания из Латвии. Третьим нарушением стало высказывание ведущего, которое расценили как призыв помогать российской армии. Главный редактор «Дождя» Тихон Дитко пояснил, что ведущий неудачно выразился, и его неправильно поняли. Но все же он был уволен. С каналом, к счастью, все хорошо. Они уже получили новую лицензию в Нидерландах и продолжают работать. Но этот инцидент вызвал бурную реакцию и в России, и в Латвии, и в других балтийских странах. Бывший премьер-министр Литвы и нынешний депутат Европарламента Эндрюс Кубилиус написал очень важную статью, которую многие попросили перевести на русский язык и разобрать, что я и делаю. Так вот, Кубилиус верит в возможность демократии в России, не считает всех россиян виновными и пытается обратиться к тем, кто возмущен, почему русский не свергает Путина с оружием в руках. Кубилиус проанализировал причины такой реакции у жителей балтийских стран, Европы в целом относительно россиян, и объяснил, почему это вредит Украине. Война с Украиной идет уже почти год. Она сломала сотни тысяч жизней по обе стороны фронта, сравнялась с землей украинские города, уничтожает будущее нашей страны. И глядя на это, очень легко разочароваться в себе и согражданах. Но если мы все же хотим добиться справедливости, нам нельзя остановиться жертвой самообмана. Нужно уметь посмотреть на себя со стороны, понять, что правда, а что нет. Вот об этом сегодня и поговорим. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, включайте уведомления. Это очень поможет увеличить число просмотров. Итак, по мнению Эндрюса Кубилиуса, коллективный Запад имеет несколько опасных заблуждений о России и россиянах. Или, как он сам выражается, своего рода российские комплексы. Первые из них касаются возможности как-то реформировать Россию и превратить ее в нормальную демократическую страну. Вы это наверняка слышали много раз. Россия демократия несовместимая. В России никогда не было настоящего парламентаризма и системы сдержек и противовесов. И правовое общество в России тоже не удалось построить. Путин разрушил его зачатки, когда пришел к власти. Как это не печально и как это, может быть, не страшно звучит, на мой взгляд, в нашей стране поворот к тоталитаризму на какой-то период времени возможен. Вместо этого оставшиеся со времен татаро-монгольского ига институты. Цари, генсеки, бессменный президент. То есть для демократии просто нет никаких предпосылок. В нашей стране судьбой уготовлен вечный авторитаризм. Далее Эндрюс добавляет, что именно эта точка зрения больше всего нравится самому Путину. Ну, во-первых, она полезна для внутренней пропаганды. Властям выгодно внушать нам самим, что в России ничто никогда не будет работать без сильной руки и мудрого царя. Будем честными, Россия без Путина еще не жизнеспособна. Но эта же самая идея хорошо работает и на внешнюю пропаганду. Если Россия это такая агрессивная дикая страна, готовая на все и грозящая миру ядерной кнопкой, то миру придется идти на уступки. Задабривать бешеного медведя, принося ему в жертвы. Вчера Сухуми, сегодня Крым, завтра Варшава. И ни в коем случае не злить засидевшегося в Кремле старика. А то мало ли чем все это закончится. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Но Кубилиус с этим решительно не согласен. Во-первых, добровольно помогать путинской пропаганде – это просто неразумно. Ей нужно противостоять. А во-вторых, в истории есть много примеров того, как общества без демократического опыта трансформировались и стали демократиями. По иронии, один из таких примеров – это как раз Монголия, от которой россияне якобы унаследовали неизлечимую любовь к диктатуре. В индексе демократии, а экономист интеллигенс юнит, она находится между Сербией и Румынией и совсем немного не достает до Польши. Другой пример – Тайвань, который вообще входит в первую десятку в том же индексе. Про соседний с ним Китай тоже говорят, что там всегда был деспотизм, и китайцы с их конфуцианским мировоззрением просто не могут построить демократию. Но буквально через пролив от них живут точно такие же китайцы, которые раньше были под властью той же самой деспотии, и у них с демократией все в порядке. Еще один такой пример – Северная и Южная Корея. По обе стороны границы одни и те же корейцы, с общей историей, культурой, языком. Но у одних демократия, а у других – тоталитарная диктатура. Еще одна вариация на эту же тему – к демократии не приспособлена не российский институт, а сами россияне. Мол, в стране живут темные, необразованные люди, у которых в голове нет ничего, кроме имперской пропаганды. Так что и демократии у них не будет. Кубилиус такие взгляды прямо и жестко называет расизмом и пропагандой национального превосходства. Просто представьте на секунду, что то же самое говорят про жителей какой-нибудь, ну, не знаю, африканской страны. Ну, они же там сплошь дикари, разве можно от них что-то ожидать, вообще что-то хорошего? Я понимаю, что такие мысли возникают в пику Путину. Он ведь сам шовинист и считает неполноценными жители всех остальных стран. А с Украины начал войну, потому что, в принципе, не признает ее за настоящую страну. Украина, конечно, складывалась как искусственное государство. Единственным, настоящим, таким серьезным гарантом украинской государственницы, суверенитета и территориальной целостности могла бы быть только Россия, которая и создала сегодняшнюю Украину. Ну, побороть один шовинизм другим невозможно. Нам нужно бороться с самой идеей, что один народ может быть по праву рождения лучше другого. Ведь именно такие мысли спустя какое-то время становятся причиной войн и геноцида. А если кто-то из ваших знакомых всерьез верит в нарратив про какие-то рабские гены, задайте им вопрос, почему в перестройку россияне толпами выходили митинговать? Причем митинговать не только за свою свободу, но и за свободу других союзных республик, в том числе Литвы. Куда делись рабские гены и откуда они взялись после этого? Далее депутат делает вывод, что россияне разные, как и жители любой страны. И когда откроется окно возможностей, мы увидим такое же масштабное протестное движение, как в Беларуси в 20-м. Предсказать, когда люди выйдут на борьбу за демократию вот в этом восточном регионе европейского континента, просто невозможно. И я думаю, что время к этому подходит, и наверняка это время может считаться годами, а не десятилетиями. Я это знаю, вы это знаете, а еще это знает Путин. Именно поэтому он так старательно раздувает все те мифы о диком народе и сильной руке. Не нефть и газ – наше преимущество. Как вы видите, и нефть и газ могут падать в цене. Наше преимущество – Путин, и мы его должны защитить. Спасибо. Вторая часть статьи касается войны с Украиной и вопросом, кто виноват. Для начала виноваты обычные россияне, в том числе оппозиция, потому что не пошли на Кремль с виллами, не свергли вооруженного до зубов диктатора. Виноваты в том, что недостаточно много протестовали, не ушли в леса и не стали пускать поезда под откос. Кубилиус в ответ на такие обвинения обращается к истории советского периода. Во всех советских республиках, в том числе в Литве, были свои диссиденты, свои партизаны, свои герои освободительного движения. Но их было мало, и они были разобщены. По-настоящему массовых волнений Союз не видел до самой перестройки, когда выходить на митинг стало безопасно. В том числе не было массовых протестов против призыва в армию, когда Советский Союз вторгался в Чехословакию и Афганистан. Далее он подчеркивает, что рассуждать о чужих жертвах проще, чем принести свою. Легко фантазировать о том, как выпали бы смертью храбрых на баррикадах, в героической борьбе за свободу. Но в реальности, когда человеку предстоит сделать такой выбор, большинство предпочитает прожить еще хотя бы пару лет. Это не хорошо и не плохо, это не какая-то уникальная российская проблема. Страны с демократами тоже проходили через авторитарный период. Мы должны превзойти свои такие психологические комплексы, что мы вот лучше, чем российские граждане, что мы бы были, мы бы тут боролись бы, мы бы тут победили и все тому подобное. Надо понимать всю тяжесть, которая, увы, пала на долю граждан России, на долю российской оппозиции. И это является объективной реальностью. Другой вопрос, которым задается Кубилиус, а нет ли коллективной вины на всех россиянах за саму войну? За Бучу, за Изюм, за Ирпень. Если россияне позволили Путину прийти к власти и совершить такие чудовищные преступления, разве не все несут за это вину? Ну, лично я, конечно, чувствую ответственность, чтобы кто не говорил, но мы сегодня разбираем статью Кубилиуса. Он же на этот вопрос дает два ответа. Во-первых, коллективная вина не имеет практического смысла. После окончания Второй мировой войны союзники поначалу тоже придерживались мнения, что в войне виноваты все немцы. Но очень быстро оказалось, что коллективная вина и создание демократического общества несовместимы. А без демократизации Германия могла вновь встать на путь к диктатуре и войне. Вместо этого союзники избрали гораздо более разумный подход поддерживать тех, кто боролся с нацистами, интегрировать их в работу по восстановлению страны, пишет Кубилиус. Второй ответ депутата заключается в том, что поиск виновных по каким-то косвенным признакам никогда не заканчивается. При таком подходе можно кого угодно записать в пособники войны, тех же европейцев. Здесь нужно тогда ставить вопрос и об ответственности Запада, который, несмотря на то, что делал Путин, и начал войну против Грузии в 2008 году, и оккупация Крыма, и преследование всех оппозиционеров, убийство Немцова, отравление Навального и тому подобное, все равно Запад до самого начала войны. В Западе очень широко распространялись идеи, что все равно надо поддерживать его диалог с Путином. Но свалить войну на ошибки в европейской внешней политике не выйдет, потому что у него есть конкретные виновники. Это Путин, это его окружение, его чиновники, его генералы, офицеры и солдаты, которые отдавали или выполняли преступные приказы. И по этой же причине нельзя размазать вину по всем россиянам. Нужно ответить себе на один простой вопрос. Обращается к литовцам Кубилиус. Что нам важнее, наказать всех для галочки или побороть Путина и сделать так, чтобы новый Путин никогда не смог появиться? Если вам важнее второе, про коллективную вину придется забыть, пишет депутат. Я думаю, что единственная возможность на европейском континенте иметь стабильную безопасность, это, во-первых, достичь того, чтобы Россия стала бы демократией. Это должна быть стратегия всего Запада, помочь гражданам России трансформировать свою страну из этой автократии, которая стала агрессором, трансформировать в демократию. И тогда мы все на европейском континенте, включая и Россию, будем жить безопасно, успешно и счастливо. Последняя часть статьи касается коллективной безопасности. Как сделать так, чтобы Россия перестала быть угрозой развитым странам, а стала партнером? Некоторые люди считают, что Россия будет угрозой всегда. Да, поэтому ее можно разве что обнести двухметровым забором с колючей проволокой и надеяться на лучшее. А другим кажется, что Россия просто не должна становиться демократической страной, потому что тогда она начнет развиваться и может вновь обрести в том числе и военную силу. Эндрю Скубилиус развенчивает оба этих мифа. Я очень рекомендую вам открыть статью по ссылке в описании к этому ролику и прочитать его аргументы целиком. Я хочу вернуться к тому, с чего начал. Мы часто оказываемся в плену заблуждения о самих себе. Иногда это наше заблуждение, а иногда ошибки иностранных политиков или журналистов, которые по той или иной причине остаются в памяти годами искажает наше восприятие действительности. Я рассказывал об одном таком случае в недавнем ролике про путинскую экономику, которая выживает, несмотря на все апокалиптичные предсказания экспертов. Ну, посмотрите вот по этой ссылке. Чтобы добиться перемен, мы должны в первую очередь видеть свои слабые и сильные стороны, свои ошибки и не обманывать себя. Я знаю, что за этот год у многих людей произошла перестройка ценностей. Они внезапно осознали, что большую часть жизни игнорировали проблемы нашего общества. А может даже и усугубляли их. И это очень важный и правильный процесс. В заключении своей статьи Кубилиус выносит вердикт. Если Запад поверит, что Россию невозможно реформировать, он не решится дальше поддерживать Украину, опасаясь хаоса ядерной войны после смены власти в России. Для Украины это закончится катастрофой, подытоживает он. Ну, рациональная стратегия Путина показывает, что Россия является таким диким восточным краем, что демократия никогда не была в России, невозможно ее там создавать. Вот это понятие в Западе мы должны менять. И потому что если мы не будем верить, что демократия в России возможна, тогда мы и останемся в таком же положении. Ну, а что делать? Россия никогда не станет демократией, значит мы должны приспособиться к авторитарной, агрессивной России и точка. А я хочу к этому добавить, если мы поверим в то, что нашу страну нельзя реформировать, мы опустим руки, и тогда после ухода Путина никаких позитивных изменений точно не произойдет. Все вернется в привычный безвременный застой, и страна выберет нового Путина. Надеюсь, мы все же проявим мудрость и не будем до этого доводить. Это был Дмитрий Гудков. Пока!